Здравствуйте, друзья! С вами вновь общественное телевидение Пермского края. Меня зовут Елена Веселкова. Я представляю проект «Семья, власть, общество, диалог онлайн». Этот проект мы проводим в партнерстве с администрацией Арджинькидзевского района. И сегодня мы в гостях в общественном центре Левшина. Тема сегодняшнего уже третьего диалога «Кто воспитывает детей? Семья, улица или интернет?». И, естественно, мы пригласили к нам сегодня на разговоры школьников и взрослых, кто с ними работает. И, в частности, среди этих взрослых есть представители комиссии по делам несовершеннолетних. Они потом немножечко поближе к нам присядут. А для начала так называемый заявочный ролик. Смотрим. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес? Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают ропоты. Привет, Джека! Здорово, Миха! Сколько лет, сколько зим? Как дела? Давай, рассказывай. Град видеть тебя. А ты в контакте сидишь? Конечно, сижу. Вот, классно. Давай пообщаемся. Давай, пошли быстрее. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы. А не человек. И мы вот так вот немножечко представители комиссии по делам несовершеннолетних. Вот сюда, пожалуйста, к нам. Вот сюда. Вот сюда. Провод, провод, провод. Здравствуйте. И свет включите, пожалуйста. Так, может быть, эту камеру-то, Влад, мы повернем как-нибудь? Ну, еще раз здравствуйте, друзья. С вами общественное телевидение. Я представляю, меня зовут Елена Веселкова. Я представляю проект «Семья, власть, общество. Диалог онлайн». Сегодня у нас третий диалог, и тема звучит так. Кто воспитывает детей? Семья, улица или интернет? Семья, наверное, семья школа, улица или интернет? И вот мы посмотрели ролик. Я предлагаю вам просто сейчас вот высказываться. Значит, у нас формат такой. Мы сначала обозначаем проблему, отвечаем на этот вопрос, да? А потом рисуем будущее. А как бы мы хотели? То есть сначала проблематика. Вот. Давайте, молодые люди, с вас начнем. У кого микрофон, представляемся, говорим. Кто вас воспитывает? Кто вас больше вложил сегодня? Меня зовут Упоров Игнат. Меня, конечно же, воспитывают родители, и они все в меня вложили. А потом уже школа. Скажи, пожалуйста, в чем заключается вот этот вклад? Конкретно как тебя воспитывают? А потом школа. А потом все остальное. Вот каждый день. Вот как проходит твой день? А как проходит твой день? Вот что с тобой делают родители? Как ты говоришь? Родители меня воспитывают. Они меня воспитывают. Как? Кормят, одевают. Кормят, одевают. Дают заботу. Любят. Это воспитание, да? Ну да. Нет. Ты говоришь пока общими словами. Как проходит твой день? Я просыпаюсь. Дальше? Собираюсь, иду в школу. Идешь в школу. Ага, а где родители-то тут? Родители? Да. Ты говоришь родители, а иду в школу все-таки. Папа собирает двух братьев, везет в садик, мама собирается и тоже идет на работу. То есть вот этот сбор утренний, семейный, вот это и есть воспитание. Дальше что происходит у нас? Ходите. Сижу на уроках, возвращаюсь домой. Папа едет за братьями в садик, приезжает, мама возвращается с работы, и мы общаемся. Да, у тебя два момента общения с родителями, утром и вечером, да? А что вы вместе делаете? Ездим куда-нибудь отдыхать. Каждый день? Ну не каждый день, по выходным. По выходным ездите отдыхать, да? Ветом, на каникулах. Куда ездите отдыхать? Ну расскажи, расскажи, вот в этом же и заключается любовь, воспитание. На море ездим, к бабушке в Глазов, к другой в Тамбов, ездим в кино, в театр можем съездить, в кафе, в ресторан. Да, да, да. А улица, вообще как-то тебя, на улице не бываешь? Нет, так на улице бываю, с друзьями гуляю. Вот, значит все-таки гуляешь, да? Что на улице делаете? Общаемся, иногда в футбол играем с друзьями. А как общаетесь? В подъездах, на каких-то площадках, места общения мне интересны? Просто по Левшино ходим. Ходим по Левшино. Любимые места в Левшино? Ну, 9-е, Старикова, 9-е, стадион. Стадион, вот здесь недалеко, да? Да. Ага, там такой интересный стадион, огороженный, я уже немножко видела, вот. Потом у школы. У школы? Да. Ну, и больше любимых-то нету, в принципе. Ну, то есть ходите, гуляете, слоняетесь, да, вот просто, да, с девчонками? Никогда с кем. Вот, а на интернет времени не остается, да? Тоже есть время. А когда интернет-то? Интернет после школы. После школы. Сначала уроки, потом интернет. Дорогатая, духовная и всякая жизнь у молодого человека. Ну, давайте, хватит уже вас, мы говорим это, так, пытать. Кто еще расскажет о себе? У кого другой расклад? Все включено? Простите. Ну, меня зовут Лексим Сафиолин. У меня, в принципе, все так же, как у него, как у него. Прямо все так же? Нет, ну, почти. А разница в чем? Разница в общении с зрителями. Не работает? А вот ты его выключил, а потом включил. Не надо трогать микрофон. Снова. Здравствуйте. У меня зовут Лексим Сафиолин. Не работает? Вот этот. А тут работал, когда мальчик говорил? Первый диалог у нас записался? Не знаю почему. Давай снова. Здравствуйте. Меня зовут Максим Сафиолин. Я отдыхаю с ней к упору Вагната. И вот он только сказал про свою жизнь повседневную. У меня, в принципе, все точно так же, только, ну, общение с родителями немножко другое. Какое? Вот это интересно. У меня родители работают до вечера, то есть я один дома после школы. Рано уезжают, не провожают тебя, да? Ты сам идешь в школу? Да. С родителями меньше проводят. А выходные, отпуска, вот так же, как? Ну, выходные мы летом, вот сейчас уже лето прошло, вот, и мы уезжали на дачу, то есть я там помогаю моим подсгородам, папа там, у нас дача так строится, и мы помогаем с тобой. Все-таки лето и дача, вот это совместные, как бы, совместные дела с родителями. А в быстрые будни у меня родители работают допоздна. Что ты один делаешь? Предоставленный сам себе. Ну, я делаю уроки, играю с друзьями в компьютере, гуляю. Вот, в компьютере играешь все-таки, да? А это вот то, что мы сейчас посмотрели, это похоже на то, как у тебя, как ты общаешься? Нет, если мы уходим на улицу, то мы так не говорим, чтобы зайти там какой-нибудь в контакт и обратно ходимся домой. То есть вы гуляете, да? Да. Часами гуляете. По тому же маршруту, да? Вы, наверное, вместе гуляете, да? Да, относительно. Вот два любимых места у школы и стадион, да? Да, ну, часто еще у улицы домов, там этот, скамейки есть, там сидим просто общаемся. На скамейках у домов. Да. Да. Курите? Нет. Как-то так неуверенно. Уверена. Уверена? Уверена. Мы за здоровый образ жизни. А, за здоровый образ жизни. Мне все-таки вот это вот уличное ваше общение интересно. Что вы там? Ну, мы ходим с друзьями, вот мы собираемся, вот группа им вот, друга обзваниваем, зовем гулять, собираемся в подставленном месте и просто ходим, разговариваем. А скажи, пожалуйста, вот у тебя, тебя-то больше получается воспитывает улица. Вот если твоего друга больше воспитывают родители, а тебя улица и друзья, то есть твое сообщество. Когда я был маленький еще, до садика, в садике, в первые классы, меня мама воспитывала, ну, очень жестко, то есть она меня сделала самостоятельным. Я в первый класс ездил на Гаеву один, то есть мама мне это воспитала, чтобы я как-то самостоятельный был, самостоятельный был, и сейчас она не волнуется. То есть если я ухожу по ногу гулять... А как она тебя воспитывала самостоятельным? Ну, как сказать... Наказывала? Да, наказывала. Как? Там в угол ставила ремен. Как бы, как в среднем... Ремнем! Не, ремнем это в очень редких случаях. Ну, было, но... Если я что-нибудь плохое сделаю очень сильно. Слушай, обидно ведь ремнем-то? Нет. Да как нет-то? Ну, это мама, это ее обязанность, но... Обязанность ремнем бить? Нет. Воспитать меня. Воспитать меня, слушай, ну, это жестко, жестко. Не, мама у меня сама добрая. Добрая мама. Добрая. И я тоже добрый, да? Ну, я да. Нет. Я не могу с тобой постоянно говорить. Есть что-то прокомментируете взрослых? Влад, у тебя микрофончик там. Представляйтесь, если есть что-то. Вот вы же отреагировали как-то. Поближе микрофончик возьмите. Суляев Андрей Борисович, гражданин Российской Федерации. Не, ну, в принципе, ребята как бы все правильно говорят. То есть у них своя, как говорится, свой взгляд на мир, да? Своя жизненная позиция, вот, все правильно. То есть они учатся, в первую очередь, да? Учатся, гуляют, играют, занимаются физкультурой, спортом. Самое главное, что они уважают и любят своих родителей, ценят их. Что очень важно и актуально на сегодняшний день, вот, потому что в связи с очень, скажем так, бурной жизнью, да, вообще, то есть всех родителей, я думаю, действительно уделяют очень мало внимания своим детям. То есть в силу не того, что они не хотят, а в силу того, что действительно нужно очень много работать, очень много трудиться, то есть успевать, успевать вообще как бы по жизни, да, идти вперед, да? И чтобы дать ребяткам должное, скажем так, воспитание и образование, то есть нужно оплачивать какие-то дополнительные кружки, секции, факультативы и т.д. и т.п. Вы сегодня у нас как родитель или как руководитель объединения? Я вообще, как сказать, отец троих детей и активный общественный деятель, можно так сказать. С детьми работаете, да? Да, безусловно, работаю с детьми, занимаюсь организацией и проведением спортивных мероприятий, не только спортивных. Вы работаете вот с этими детьми? Они вам знакомы? Да. С ними и работаете? Ну, ребята знакомые, конечно, мы все друг друга знаем, они знают меня, я знаю их, то есть у нас же страна одна, Россия. Все мы друг друга знаем, Путин знает нас, мы знаем Путина. Отлично, просто и Путин нас воспитывает. Ребята, кто скажет, президент вас воспитывает? Почему здесь это? Нет, ну, это подача, это закон интервью. Как-то вы неправильно задали вопрос, Путин воспитывает нас или нет. А как нужно задать вопрос? Он вообще не имеет к этому никакого отношения. Ну, развейте тему. Ну, вот интервью это подача, мне дали подачу, что все мы одна семья, одна страна, мы воспитываем Путина, Путин воспитывает нас, а я и задаю, вас воспитывает президент. Или он не имеет отношения. И представьтесь, да. Меня зовут Кутаков Севолод Андреевич. Раньше занимался спортом, вот в секции у Андрея Борисовича рукопашного боя. К сожалению, мало времени, был маленький, ленивый. Ну, что, главная задача сейчас, это выучиться, взять хорошую профессию, ну, пойти в армию и взять второе высшее образование. Вот это ваши планы, да? Мой план, да. Да, и на это вот все нацелено. Да. Что вы для этого делаете сегодня? Сижу на уроках, внимательно слушаю. Вас воспитывает школа, получается? По большому счастью, да, но раньше родители больше. Когда раньше? Года два назад, когда вместе жили. А сейчас? А сейчас, ну, папа отдельно живет. Ну, не будем, так сказать, тогда развивать эту тему. Вот мне интересно, попадало точно так же вам? Да, за дело бывало. За дело бывало? Вы считаете это справедливо? Это справедливо. На улице сколько времени остается? Часа четыре. Это нормально. Вот это все ваши друзья, да? Да. Вы так же вот одним маршрутом ходите? Да когда как? Ну, не то что школа и стадион именно, а просто ходить по улице. Да, а любимые улицы какие вы тут задают вопрос? Как это можно понять? Любимые улицы. Ну, раньше мы постоянно встречались на конечной остановке на 77-м. И уходили в сторону новых домов. Задайте вопрос, да. Вы же хотели, представьтесь, задайте вопрос, поговорите. Светлана Кудрявцева. Нет, я не вопрос, я как бы как наводка. Ну, откомментировать можете, да. У любого, наверное, из нас есть любимые маршруты. Это, конечно же, не обязательно, что одна какая-то точка, вот куда мы, соприкосновение, куда мы все идем, это каждый день. Бывают просто любимые улицы, вот любишь побродить по этой улице, сегодня-завтра по другой любимой улице. Люблю смотреть на природу, на деревья, на все, что происходит вокруг. Вот, я думаю, что, наверное, каждый, наверное, не осознает даже, что вот иду именно на социалистическую, именно на это поле там. Нет, я вот брожу по моему любимому микро-району. Это вы так... Я про себя. Это вы про себя, да. А вот про детей у вас есть ли дети, знаете ли вы вот этих ребят? И как вы считаете, кто в них больше сегодня вкладывает? Ну, если про меня, но у меня не идеальная семья. Я чувствую, что я недостаточно много внимания уделяю своим детям, мне бы хотелось бы больше. Дети взрослые уже, да? Да, а если говорить о том, чем занимаюсь, конечно, и ребят этих я знаю. Прямого отношения к воспитанию этих детей не имею, но так как живу в этом микро-районе и работаю, конечно, ребят всех знают. Ну, а вот как вы чувствуете, что сегодня? Кто сегодня воспитывает ребят? Да, да, вот 21 век, начало 21 века. Век технологий, информационных технологий, информационного пространства. По большей части хотелось бы в это верить, и мы это пропагандируем и развиваем, чтобы больше времени уделяла семья. А потом школа и интернет. Вот цензуры в интернете нет. И, как я вот говорю, и у себя дома, и вот советую другим людям, мы вправе сами установить эту цензуру у себя дома. По тому времени, сколько мы можем уделить ребёнку в интернет пользоваться, да. По беседам с ребёнком, какие-то там сайты. Специально многие взрослые регистрируются ВКонтакте, чтобы видеть, чем жизнью, какой жизнью живёт ребёнок. Какую информацию он читает, что он там оценивает. Поэтому, ну, хотелось бы, да, чтобы семья уделяла, но, я не знаю, у меня вот не получается, чтобы я максимально... Мне хотелось бы больше в своей семье уделить времени. Давайте передадим вот микрофончик ещё взрослым. Как Вы оцените вот уже то, что сказано? Ситуация какова, на Ваш взгляд, и в чём проблема? Есть ли проблема? Или всё у нас хорошо, всё у нас пропорционально? Кто вкладывает и представляетесь? Ну, со своей точки зрения, так, Андреянова Надежда Борисовна, комиссия по делам несовершеннолетних. Со своей точки зрения, конечно, нам очень приятно находиться в обществе таких детей. Мы, к сожалению, работаем в настоящее время, ну, как сейчас принято говорить, с трудными детьми. Поэтому, вот если с точки зрения тем, с кем мы работаем, то я бы сказала, что родители крайне мало занимаются воспитанием. Поэтому воспитанием таких детей трудных занимается общество. Хотя, с другой стороны, вот, ну, как общество? Вот именно что-то такое. Это же, это абстрактное понятие. Это улица, наверное, всё-таки, да? Это улица, это окружение, которое, как бы это мягче сказать, в этих семьях. То есть окружение этих семей. Значит, всё-таки семья. Не семья. Окружение, в котором находится эта семья. То есть если трудный ребёнок, ведь просто так не получается. То есть вот была хорошая семья, и получился трудный ребёнок. С чего-то же всё начинается. То есть началось с того, что, наверное, родители мало стали уделять внимание. У них другие приоритеты. Во-первых. Поэтому ребёнок в большей части времени может быть занят телевизором. А телевизор, как вы понимаете, у нас сейчас показывают по телевизору всё, что для ребёнка вредно. Я так думаю. Это на мой взгляд. Дальше интернет. Ну и неблагополучные семьи, которые приходят в гости к данным семьям. То есть ребёнок в своём окружении видит, что жизнь-то вот такая. Много таких детей? Много. У вас сколько на попечении? Я не могу сказать. Ну, десятки, сотни. Да, да, да. Николай Валерийов, Севолодов, наконец-то, по делам несовершеннолетних. Надежда Борисовна только что сказала, что мы работаем с категорией неблагополучных семей. Нам искренне приятно, когда мы зашли сюда, увидеть такие хорошие лица. Понимать, что у нас всё-таки есть хорошие семьи. На мой взгляд, да, количество семей. Количество семей у нас около ста неблагополучных. Около ста неблагополучных семей. А детей? Больше ведь, наверное. Детей значительно больше в два раза. Поэтому я считаю, что основная роль, конечно, это должна принадлежать воспитанию семьи. Семье принадлежит. Ещё одна цифра. Сколько всего в районе детей? Чтобы пропорцию выявить. В районе больше 25, наверное, тысяч детей. Детей, да? Ну, если тысяча неблагополучных детей. Нет. Меньше? Около 200. Семей. А, детей. Ну, это не очень большой, видимо, процент. Но нужно учитывать, что мы говорим только про те семьи сейчас, которые уже состоят у нас на учёте. А есть ещё семьи группы риска, которые состоят на учёте в ОДН, которые состоят на внутришкольном учёте. То есть ребята учатся с такими детьми. То есть это значительно, цифра-то будет больше. Кто в неблагополучие этих детей вкладывает больше? Чья это заслуга в кавычках? Ну, я говорю, что это заслуга родителей в кавычках, потому что они полностью отстранились от воспитания детей. Дети предоставлены сами себе. Ну вот у нас мальчик предоставлен сам себе. Ну, нужно сказать, что там родители ведут асоциальный образ жизни. Родители злоупотребляют спиртными напитками. Дети не обеспечены самым необходимым, не обеспечены ни едой, ни пищей горячей, ни одеждой. У него родители по большей степени, скорее всего... Просто занятые люди. Занятые люди, да. Занятые люди. Но я не думаю, что они отстранились от воспитания этих молодых людей. Скорее всего, они общаются с ними в процессе какой-то совместной деятельности. Что-то делают вместе. В поездках общаются. Утром, вот он говорит, они собирают вместе на работу. Скорее всего, и он тоже помогает собирать маленьких братьев. Да, помогаешь? Из этого мелкого общения и складывается доброе семейное отношение. То есть, он помогает, может быть, накормить, одеть, может быть, умыть этого маленького ребенка. Он знает, что необходимо этому брату одеть, что они приобретают. То есть, вот в таком общении, когда происходит тесное общение ребенка с родителем по мелким бытовым вопросам, Скорее всего, что, ну, пусть недостаточно, может быть, как хотелось бы молодому человеку и родителям. Времени у них из-за того, что они занимаются работой, может быть, есть... А значит, интернет-то ни при чем? Почему? Зачем его тогда закрывать или цензурировать? Скорее всего, если... Ну, если у них даже еды нет, а при чем здесь, значит, на интернет-то тем более нет? Ну, есть... А вот на это есть, да? Бывает в таких семьях, бывает и интернет. Что парадоксально, да? Тратишь деньги, да, на дорогие телефоны, на компьютеры, дети не обеспечены. А, ребята, у меня к вам вопрос. Значит, здесь вот про цензуру интернета сказали. Вы считаете, вот это правильно, цензуру ввести и все будет в порядке? Представляйся. Меня зовут Воробей Дарья. Ну, я думаю, если... Ну, вот, ребята, они читают всякие глупые, там, смотрят видео или глупые, там, смс-ки читают. Но все равно же, ну, это неправильно. Как неправильно? Ну, путь уже неправильный, там, будет, там, курение тоже самое, там, спиртные напитки и так далее. А при чем здесь смс-ки? Ну, кто-то, там, может, там, заставить, там, пойдем со мной, там, знаете... А так-то без телефона-то не заставит он его, да? Ну, это тоже можно. Так тоже делала. Значит, телефон ни при чем или при чем? Ну... Вот как связать-то, я вот тут не понимаю. Кто-то, может быть, ответит мне на этот вопрос? Ну, это не техника, а тот, кто владеет этой техникой. Понимаете? Вот, вот. Наверное, так. Так ведь? Техника-то ни при чем. А родители, которые, допустим, да... Техника-то... Причем здесь интернетом, мне неинтересно. Есть еще вот, может быть, вы ответите на этот вопрос, у вас есть сомнения? Если сейчас перекроют интернет, сделают аккаунты платными, ну, например, да, одна из мер, Facebook уже с... А, неправда, говорят. Утка, да? Ну, предположим, да? Здравствуйте, Исаия Дмитриев. Предположим, вам сказали, там, вот, завтрашнего дня половина аккаунтов нет, половина, значит, платные. Вы пострадаете? Не, ну, почему? Я научился обходиться без интернета, скажем так. Вот это интересно. Как? Ну, просто у меня такая семья, где на интернет как-то уже тратить время не хочется. У меня просто... Вот-вот-вот, расскажи, расскажи. Я с семьей очень много времени провожу. Мы не видимся с семьей только когда я в школе нахожусь. И это тоже не всегда. А скажи, кто у тебя папа, кто у тебя мама, чем они занимаются? Мама у меня юрист, папа, ну, занимается евроотделкой. А у меня три маленьких сестры замечательных просто. Люблю их, не могу. Ну, после того, как я освобождаюсь от школы, я просто живу тут далеко, на Январском. Я прихожу к бабушке, мы видимся с ней каждый день. Потом вечером меня уже мама забирает. И все остальное время я проружусь с семьей. Ну, я сама младшая. А где эти младшие-то твои? Тоже с бабушкой? Нет, они дома сидят. Дома? С мамой? Да, мама сейчас просто в декрете. А, с мамой. То есть папу ты реже видишь? Ну, папа, он вечером приезжает, поздно с работы. Ну, по выходным видимся. И вот насчет дачи, я просто живу на даче, и поэтому видимся еще чаще, чем остальные. У тебя совсем нет интернета? Не, ну, есть. Просто как-то не тянет туда. Только разве что узнать какую-то информацию, там, фильм посмотреть какой-нибудь. Пообщаться с друзьями, все. А как ты общаешься с друзьями? Ну, в основном общаемся в школе, разговариваем, обсуждаем моменты, как выходные там провели. Фильм, допустим, вчера какой-нибудь шел, не знаю. А в интернете общаемся редко. Гулять тоже очень редко хорошо. У тебя смартфон есть? Смартфон есть? Есть, да? СМС-ками обмениваетесь? Да нет, как-то. В основном в школе все общение происходит. Иногда по выходным тоже выходим гулять, но я гуляю редко очень, я домашний. То есть у тебя семья и школа, да? Да. Классика жанра. Интернет вообще. Слушайте, я удивлена. А у меня такой вопрос. Вот я к нему все-таки хочу вернуться, потому что интересный вопрос. В тебя президент России вкладывает в свое воспитание или нет? Как ты чувствуешь ли ты его присутствие, так сказать, в своей жизни? В моей жизни как-то он вообще не участвует. Ну, увидел в новостях, ну, все. И то не всегда, новости не смотрю, поэтому вообще не участвует. Есть и есть. Есть и есть. А знаешь, как зовут президента? Конечно, знаю Владимира Владимировича Путин. Как такое не знать, я же юрист будущего, что ли? Вот, девушка хочет сказать про президента. Как участвует президент? Представьтесь. Меня зовут Оля Смирнова, я одиннадцатиклассница. И президент вел такой указ, что мы все пишем шестистраничное сочинение. Так что в моей жизни это прям очень хорошо участвует. Это знак плюс или знак минус? Ты его так благодаришь или так? Ну, минус, мне кажется. Потому что это надо сейчас все заново перечитывать, потому что уже все забылось. И вот. Это на ЕГЭ сказывается. То есть это как бы пропускной такой мини-экзамен к экзамену. А это президент придумал или это министр образования придумал? Ну, говорят, президент. Говорят, президент. Так напиши ему. Скажи, Владимир Владимирович, зачем так вот это вот шестистраниц сочинение? Да не будет он слушать. Ну, почему, почему? Он же как бы, он тем самым хочет, чтобы мы читали художественную литературу. То есть как-то... Вот именно он хочет. Ну, да, он хочет повысить. Какой заботливый президент. Скажи, пожалуйста, а что читать? Напрягает читать? Вот ты хорошую тему заделал. Вот он заставляет нас читать. Микрофончик. Ну, есть такие произведения, которые интересно читать, но не все ведь, каждому свое. То есть не все художественные произведения хочется вот прям дочитывать до конца. Поэтому через силу. Скажи, пожалуйста, ты читаешь книжки или в электронном виде? И так, и так. Что больше? В электронном. В электронном, да. А пишешь много ручкой? Или в лавиатуре? Да, пишу. Пишешь, да? Да. Еще навык, как сказать, не потерян. Нет. Взрослые у меня вопросы. У них почерк хороший, у этих детей сегодняшних? Скажите, вот это же ваши дети. Вы, наверное, из школы, да, представьтесь. Да, Рова Елена Диловна, я учитель всех этих детей. Я преподаю у них биологию. Девочки уже выпускаются в этом году, 11-классницы. Почерк у девочек очень хороший. Все читабельно. Вот, то есть, они читают. Все, что нужно, они выполняют. Конечно, мы затрагиваем интернет, потому что там есть некоторые вещи, которые не всегда доступно рассказаны в учебнике. Поэтому сообщения, презентации. То есть, интернетом мы тоже пользуемся, но в плане только информации. Скажите, можно сегодня, откровенно, можно сегодня жить без интернета? Без интернета жить можно. Можно? Абсолютно. Абсолютно? Да. То есть, вы в Левшино обойдетесь? Мы обойдемся. Без президента жить можно, который воспитывает? Нет, без президента мы не обойдемся. Глава страны все равно должна быть. Мы же все равно, мы все подзаконные люди. У вас есть дети? Да, у меня есть ребенок. Как вы их воспитываете? Ну, я своему ребенку, к сожалению, тоже не могу уделить максимум внимания. Хотелось бы, конечно, больше, но я стараюсь с ребенком проводить как можно больше времени, вот, по мере возможности. А ремень, как вы считаете, это вообще, вот, вы знали про этот ремень? Про этот ремень, нет, не знала. Какие откровения на ток-шоу? Нет, не знала про ремень, да. Ну, если честно, то у меня тоже была такая ситуация, что я тоже достала ремень своему ребенку. Была такая. А вы знаете, у меня тоже такая ситуация была. То есть, если говорить откровенно, то, ну, как-то так вот, мы все люди, и у нас у всех есть эмоции, я считаю, что, я надеюсь, что мой ребенок меня за это простил, вот, я надеюсь, что больше я до этого не опущусь. А у меня долго помню. Так вот. Ну, я тоже имею в виду своих родителей. И мстил потом. По-своему, конечно. Ну, не знаю. Но самостоятельным стал, вот я что заметила. Ну, я тоже пытаюсь у ребенка воспитать, в первую очередь, самостоятельность и возможность общаться в этой жизни таким образом, чтобы он был, так скажем, приемлем к окружению. Ну, не знаю, как получится, мы еще шестиклассники пока только. Вы книжки читаете, Саня? Я сама очень редко, к сожалению. Обычно это методическая литература по предмету. Бумажные? Да. Бумажные. Бумажные. Нет, я пользуюсь и такими, и такими, но бумажные тоже, как бы, ну, без них никуда. А вот вы классный руководитель? Да, я классный руководитель. Вы что делаете с этими детьми внеклассно? Ну, я вот конкретно не этих классных. Ну, ну, вообще, да-да-да. Ну, если любимые улицы, места... У меня сейчас девятиклассники, сейчас плодотворно работаем над тем, чтобы они у меня хорошо учились. Только ученые. Потому что у нас... У нас ГИА, девятый класс. Никаких вылазок там внеклассных не бывает? На данный момент нет. Нет, у нас не получается, потому что у нас сейчас детей очень большое количество пошло на дополнительную подготовку у них. Я надеюсь, будет все по максимуму занято. У вас есть неблагополучные дети? У меня есть. Что вы с ними, как вы с ними? Ну, в первую очередь мы пытаемся работать, в первую очередь, с родителями. То есть, все равно, семья самая главная в этом плане. И, ну, разговариваем, приобщаем к работе. Получается? Ну, пока да. Из СОПа в другую категорию. Ну, у меня детей социально опасных нет. У меня нет таких деток. А на грани? У меня есть ребенок, который состоит на учете в УДН. Ну, вот, во всяком случае, она стоит год, эта девочка у меня. Вот, и как бы... То есть, вот мы сейчас готовим документы на снятие с учета, потому что у нее сейчас все хорошо. То есть, работа классного руководителя с родителями приносит результат, да? Ну, в данном случае, да. Вот, а мне все-таки интересно, как вы с ними работаете? Вы ходите в семью, беседуете или что? Ну, вот, если честно, то сейчас у нас нет такой... Входить в семью мы с точки зрения, вот, я как классный руководитель, да, я не могу, я не имею права даже на это. Вот, а мы разговариваем, беседуем, приглашаем. А мы раньше, помню, вот, к отстающим сами ходили. У нас были такие поручения особые, да, вот, ну, кто хорошо учился, да, просто ходили домой к ребятам и смотрели, как они живут, спрашивали, чем помочь. Вот это сейчас практикуется, когда сами дети... Шестово было, да, шестово. Нет, сейчас такое не практикуется в массовом количестве, это дети только из чисто своих личных побуждений данные вещи. Вам вопрос, вы считаете, вот, такой метод, можно его вернуть, когда сами дети работают, вот, с детьми из неблагополучных семей? Вот, как было в старые добрые советские времена. Возьмите микрофончик. Вы знаете, я вот с удовольствием вспоминаю свое детство, это еще октябряты, пионеры, это очень давно, конечно, было. С удовольствием вспоминаю свою школу. Я никогда не скажу, что у нас было все заформализовано, не было формальности, было все очень здорово. У нас школа принимала активное участие в воспитании детей. Сейчас не в обиду сказано школе, я бы сказала, что воспитание... Гонят ЕГЭ только, да? Воспитание идет на таком, не на очень высоком уровне. В основном, конечно, дается образование, старается дать образование. Родители в основном заняты тем, чтобы обеспечить ребенка всем необходимую. А школа вот в этом плане отстает. У нас как было, несколько иначе. У нас было очень много классных часов. Каждую неделю были классные часы тематические. Это я помню. Это обязательно эстетическое воспитание, нравственное и так далее по разделу. На уроке обязательно 5 минут какой-то тематики выделялось. Помню. Да. Очень. Я сама работала в школе учителем какое-то время. И вот это несколько продолжалось. А еще походы внеклассные какие-то. Походы, зорницы. Я очень рада была, что мои дети учились какое-то время в той школе, в которой я училась. Они знают, что такое взлеты, зорницы, походы. И причем было здорово, что нас привлекали родители к этому. То есть если мы идем в поход, это не значит, что идут только одни дети. Как бы с обществом шли, да? Никто, никого не чуждался. Все это было очень доверительно, хорошо. Получается, вот сейчас... Очень здорово, если бы вернули, вот зря вот это все перечеркнули старое. Оттуда можно... Это не старое. Ведь методы, которые работают, они не старые, я считаю. Они вечные. Не надо так все говорить. Они очень действенные. Действенные. Я полагаю так, вот мы уже беседуем, наверное, минут 30, да? Да, да, да. Значит, все-таки школа и семья сдают позицию. Сдают позицию интернету и улице, что примерно одно и то же. Это такое свободное пространство. Да, да, да. Я бы хотела вопрос задать. Ребятам, да? Ребятам, да, молодым людям, девушкам. У нас еще не будет. У нас на заседаниях комиссия. Очень часто встречаются дети, которые ничего не хотят в жизни. Девятиклассники, восьмиклассники, десятиклассники, которым ничего не надо, они ничего не хотят. Есть ли среди вас такие? И как вы реагируете на то, что вот они ничего не хотят? Такие из вашей школы тоже есть, очень много, которые были у нас на заседаниях. Дайте, вот еще молодые люди не говорили, представляйтесь, высказывайтесь. Здравствуйте, меня зовут Никита, вот, я ученик этой школы. То есть ученики ничего не хотят в жизни будущего. То есть это на ремонт, мне кажется, закладывается родителями. То есть они идут нужной информацией, то, что им надо достичь в будущем. То, что они не будут их держать на себе до конца своей жизни. То есть им пора вырасти, это нужно закладываться, с родителями должно. То есть мне мама, вот, например, заложила, воспитала самостоятельность, то есть должен сам. Тоже ремнем? Нет, на доверие, все. Все на доверие, вот, здесь договор, уже не силами. На доверие, да, это уже давно началось. Это договор, так ведь? Да, но один раз я слишком увлекся, она мне жару дала, и я все понял. Что? Что дала? Иногда я слишком увлекся, то есть слишком. Жару дала? Начал пользоваться положением, она мне там предала. Как? Как, это лично. Хорошо. Поговорили по душам, это называется, да? Да, да, да. Вот, потом я все взялся за руки, начал потихоньку покручиваться. Покручиваться, папа тоже сделал вклад. Тоже поговорили по душам. А почему ты с мамой начал? Ну, маму как мое, все, как, все, задавала мама. Все задавала. То есть на первом месте у меня мама. А у тебя чем они занимаются, родители? Ну, мама у нее теперь сейчас в данный момент в декрете находится, то есть жду сестру. Вот, а так она экономист. Слушай, а вот есть еще такое понятие сам. Сам, независимо ни от кого. Ну, то есть человек рождается изначально, но каким-то индивидуальным. Родители родителями, да? А вот есть такое вот, что я так сам хочу и буду, я таким буду самостоятельным? Ну, да, бывает, а то, что от генов зависит. Вот, я об этом же, да? Гены чувствуешь? Какие у тебя там гены? Ну, я не могу это чувствовать. Не можешь, да? Само сказывается. Само сказывается. Передай вот микрофончик твоей соседке, замечательной, красивой девушке. Меня зовут Федотова Полина. Я считаю, что все равно у каждого человека должна быть поставлена перед собой цель. Что он хочет добиться от жизни. Поставить цель, в какой ВУЗ он хочет поступить, чтобы идти уже в этом направлении. Обязательно ВУЗ. Если не хочет. Вы как-то помогаете? Если не хочет, я перевожу. Если не хочет. Я еще не встречалась с такими людьми, которые ничего не хотят. А ты что хочешь? Я хочу поступить в ВУЗ. Ты думаешь, ВУЗ это счастье? А вот сейчас более востребованы технические и рабочие профессии. И ты с этим ВУЗом можешь остаться? В ВУЗе бывают разные. Возьмите туда. Вот говорят ВУЗ, да? То есть кто-то пытается, то есть ВУЗ, да, получить высшее образование. А некоторые считают, что ВУЗ – это выйти удачно замуж. Вот. Вот я об этом же. Вот. И дело все в том, что история воспитания, да, человеческая, она вообще стара, как весь мир. И действительно, вот мы наблюдаем, вот здесь ребята, то есть они такие активные, да, то есть вообще жизнерадостные, полные позитива по жизни. Вот. Мы говорим, что есть, конечно, там дети из асоциальных семей, вот. И ну понятно, что каждому в жизни свое, ведь мы все люди и прекрасно понимаем, да, то есть кто-то принимает это общество, да, кто-то не принимает. Каждому свое, знаете, где было написано, да? Это, да, Зайны, да. Да. Вот. И действительно, ну, это было правда. Пусть это было написано на концлагере, но это было правда. Вот. Но действительно, и сейчас все ведь в принципе то же самое повторяется, да? Независимо от интернета, от всего, да? Да. Вот я не пользуюсь интернетом, действительно. У меня очень большая библиотека, и я читаю, как бы, книги, да, если мне надо какую-то информацию получить, я достаю свои старые какие-то книги, учебники, я их перечитываю, вот. И вновь, и вновь. И точно так же заставляю сына, чтобы вот у меня сыну в среднем удивительно. Прямо заставляю. Хочет, не хочет, читай книги. Нет, ну нужно правильно преподнести это, да? Правильно преподнести, показать нужную картинку, нужный слоган, чтобы у него появился интерес. Чтобы появился интерес. Слоган какой сейчас срабатывает? Нужный слоган сегодняшнего дня, чтобы человек взял книгу. Это модно, например, да? Ну, мода тоже у всех разная. Ну, вот дети сейчас читают книги, например, есть топ-10 книг, которые в интернете везде есть. Топ-10 самых интересных книг, которые должен прочитать каждый. И дети, ну, как сказать, ведутся на это. То есть, получается, они читают эти 10 самых интересных книг. Первым номером в топе что? Что? Не могу сказать. Можете сказать, что самые модные книги сегодня? Так они не пользуются. Ревизор. Передайте сюда. Влад показывает, что мы уже давно говорим с вами. На второй круг давайте перейдем. Очень быстро, очень быстро. Картина будущего. Какая система воспитания для вас была бы вообще идеальной? То есть, нарисуем картину будущего. Воспитание будущего. Идеал этого воспитания. Блиц. Каждый высказывается очень коротко. Молодой человек. Угу. У вас микрофон. Ну, чтобы семья больше уделяла времени. Все. Семья, 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 да? Как-то вы заладили. Я тоже согласна с Евой. Должна семья уделять больше времени своему ребенку. Поставить его на правильный путь. Эх, какое молодое поколение у нас. Просто правильное такое. Для меня, в принципе, все хватает, как у меня сейчас есть. Ну, я с ними солидарен. Семья. И ремень. Да, я хочу пояснить. Ремнем меня сейчас не бьют. Я поняла. Это было... Одного раза хватило. Это было очень редко, да. В крайних случаях. Сейчас у меня все на доверии. То, что мне надо и общать так. Ну, до ремня вообще никогда не доходило. До чего, конечно, доверие, строится много внимания от родителей, конечно. Доверие, да? Ну, на мой взгляд, что это тоже семья, чтобы побольше времени уделяли. Ну, и про... Ну, остальные, мне кажется, части тоже не нужно забывать про школу, про улицу. И они тоже вносят свой вклад в ребенка. Ну, это важно. Вот, вы знаете, вы сейчас в прямом эфире, у меня такое ощущение, что вы просто вот такие какие-то правильные вещи говорите, а думаете вы немножко по-другому. Ну, это мое ощущение. Просто не хотите раскрывать свои фишки. Ну, я считаю, что каждый человек должен сам определять себе, каким он должен быть вообще стать. Ну, конечно же, положительным человеком. То есть и с друзьями правильными на улице общаться, и в интернете читать, например, полезные книги, смотреть какие-то фильмы о прошлом. И в семье тоже должно быть и доверие, и хорошее отношение, и любовь, согласие. У меня вопрос. А вы знаете, что такие люди, которые очень правильные, иногда и кончают жизнь самоубийством, и у них случаются трагедии, да, вот, воспитали правильным, а вот началась жизнь, как сказать, начались трудности. И этот правильный человек сталкивается с этими трудностями, что-то там вот, я ведь об этом говорю, вот, что, что, вы мне пока не отвечаете на вопрос, кроме, как бы, вот, повторяете, повторяете друг за другом. Семья, 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 ну и что семья? И что дальше? Ну, если есть у человека трудности, есть друзья, которые могут поддержать его. Друзья. Нужно, чтобы у человека-то тоже имели свои мозги, свое мнение. Откуда они возьмутся? Вы вот мне, я говорю, что... Ну, как-то вот все в буквальном смысле принимаете. Да, в буквальном, да. Откуда мозги свои, которые позволят вам... Семья, улица, она должна это все заложить сама. Как вам это объяснить-то? Если вы все буквально принимаете. Все составляющие вот нашей жизни, то есть и школа, и улица, и семья, и интернет, они все должны что-то в тебя преподносить. Все-таки вот, все-таки за букет, вот, девушка. Не только семья ведь в тебя что-то вкладывает. Ты не ведешь себя так, как родители тебе сказали. Ты везде вот как-то черпаешь что-то, везде понемножку, и сам вот строишь свою личность. Сам строишь свою личность, черпая понемножку. Вы какой видите идеальную систему воспитания будущего 21 века? Ну, семья, самое главное, должна дать любовь человеку, самостоятельность, любовь. Образовательное учреждение должно изюминку в человеке раскрыть и помочь вот этому человеку раскрыться. Из детского сада, со школы, дать ему вырасти этому человеку. А все остальное? Там же есть еще вот... Извините, ну вот сейчас же образование, ну, цель-то школы-то не дать, это не дать, это... Изюминку-то не раскрыть. Это дать образование человеку, чтобы вот смог пойти дальше. Кто изюминку-то будет раскрывать? Учебу, раньше образование, какое было, сейчас повыше же стало, на ее личности уделялось. А теперь только образование, нас бьют, бьют, бьют и все. Ну, вот в том-то и дело, что люди-то разные есть, не обязательно все должны получить высшее образование. А их бьют. Главное, что... У нас цель, чтобы достичь чего-то. А их это... учиться, учиться и учиться. Какие изюминки? Там изюма никакого нет. В этом-то, наверное, вся их проблема. Кто изюминку раскроет? А ты считаешь? Ну, главное, я считаю, что это... Любовь, да. Я считаю, что ответственность и самостоятельность... Развитие ребенка. Да, развивать надо у ребят. Вот. Когда действительно получается, вот... Вроде все правильно в семье, да? Там мама воспитывает правильно, папа. Вот, и об этом же, да, да, да. Они выходят на улицу, а там все не так. Он приходит в школу, а там все по-другому. Да, ему говорят, нельзя обижать слабых, а его-то бьют. И его будут бить, пока он не станет другим. Кто сделает его другим? Кто даст эту модель настоящей жизни? Вот я о чем говорю. Безусловно, семья и педагоги, грамотные, грамотные педагоги. А как насчет опыта жизни без педагогов, который получается только на улице? Может быть, возможно, и в интернете, и в неформальном общении. Вот вы как-то вот... Ну вот смотрите, мне кажется, что должно быть все сбалансировано. То есть должно быть воспитание в семье. Должна школа все-таки вкладывать не только учебу одну, но и воспитывать, как раньше это было. Потому что люди, которые воспитаны ранее, они другие немножко. То есть на том, на чем воспитывались мы. Но и самое-то главное, вот мне кажется, что сейчас очень много в интернете, далее в СМИ, то есть очень много фильмов, мультфильмов, которые пропагандируются. Возьмите, да, выключился что-то у нас, батарейчика, видимо, да, с этим. В которых пропагандируется зло. То есть вот таких фильмов очень много, и дети очень много их смотрят. Вот хочется, чтобы вот в СМИ-то этого было гораздо меньше. И было гораздо больше добрых фильмов. Помните, как раньше? Фильмы-то были добрые. Вы сейчас этих добрых фильмов из советских времен, я вас умоляю. Я специально мониторю этот телек, вот да, вот он просто завален. Или мы войнушку с фашистами играем, или нам гонят вот эти вот замечательные советские фильмы. Этого добра хватает. Нет, это советские фильмы, они были для нас, они не для этих детей. Они не для этих детей. Они не для этих детей, а для этих детей. С удовольствием смотрит на свиноку и пастуха, и говорит, что это почти Голливуд. Но все равно для них должны быть свои фильмы. Сегодняшнего времени. Они монстры, которые там убивают всех, и в конце концов становятся победителями, и они самые хорошие. Монстры, конечно, монстры делают злыми вас, да? Ваше мнение, каким образование будущего? Я еще закончу, Влад. Ну, я все равно буду настаивать на том, что семья играет главную роль в развитии и воспитании личности. Прежде всего, семья, образ отца и матери. В асоциальной семье достаточно сложно ребенку найти себя и быть другим, отличным от родителей. Вот как бы он ни хотел, как бы он ни старался, все, что заложено в нем в детстве, оно большую роль оказывает подсознанием, на подкорке у ребенка. Ребенок, восстановившийся в такой семье асоциальной, он как норму это воспринимает. Я работала с семьями, асоциальными семьями, где они не видят собственных проблем, они считают, что это нормально, они так живут. Вот люди говорят, у них там кушать нечего. Да им нормально, что у них нечего. Ну, сейчас нечего, там найду, кто-то подаст, там сейчас чего-то заработают и поедят они. Они это как проблему не чувствуют. Поэтому... У них нет других моделей. Да, и я встречалась с ребятами, когда вот я возила разные мероприятия проводила, ребенок у меня был, такой талантливый ребенок, он очень хорошо пел. Мы возили его на Розебауну, он там замечательно играл на гитаре. И когда мы с ним вот заговорили так же про жизнь, он говорит, а все пьют, а других-то нет. Я говорю, ну как, вот ты ведь знаешь, вот мы с тобой общаемся, он говорит, только вы не пьете. Я говорю, да как так? Видите, это круг друзей этой семьи. Вот ребенок в этой семье растет, и не в гости приходят такие же семьи, и вокруг вот это все вот такое же. Поэтому вот глубоко уверена, что все закладывается из семьи. А потом уже школа. Школа должна дать образование, она участвует в воспитании ребенка. Но если семья не принимает участие в жизни ребенка, достаточно сложно сформировать здоровой, крепкой личности в такой семье ребенка. И вот по своим детям, говорю, мало воспитания занимают, мало, как бы мне хотелось мало. Но вот сейчас послушала, может быть, и не настолько мало, потому что я всегда принимаю участие везде, где мои дети находятся. Вот ребенок у меня учится, старший вот уже закончил школу, уже в институте учится, я всегда в родительском комитете класса и школы. Проведение мероприятий, походы, турслеты, я везде со своими детьми. Я знаю всех друзей своего ребенка. Я не просто вот этот какой-то контроль, я хочу вместе быть с ними, я хочу вместе с ними жить. Той жизнью, которой живут они. Только поаплодировать. Я подержу Светлану Михайловну и расскажу очень кратко небольшой случай. Вот у меня в прошлом выпуске была семья, которая была вот как раз-таки стояла на учете в СОПе, там все было не очень хорошо. Младшего ребенка пришлось отправить в детский дом, старшую девочку взяли под опекунство. Но эта девочка, она очень активно участвовала в жизни школы. То есть она участвовала в всех мероприятиях, неклассных, классных, училась очень хорошо. И сейчас эта девочка очень хорошо реализовала себя. У нее есть хорошая профессия, у нее есть семья сейчас на данный момент. Она приходит к этой маме, помогает своей маме. То есть там у них отец после этого уже умер, семья была пьянствована, все вот это социально. То есть, собственно говоря, мы же понимаем, что к нам дети приходят с определенной направленностью. То есть они уже что-то знают, что-то умеют. Мы с этими детьми работаем, мы накладываем на них свое доброе, вечное, так скажем, да. То есть вот и знание, и воспитание тоже так же участвуем. И не обязательно, что этот ребенок потом закончится плохо. То есть есть же варианты, когда этот ребенок, наоборот, вот посмотря на то, что в его семье что-то не удалось, свою семью создает намного лучше, и у этого ребенка все получается. Не обязательно все закончится плохо, да. Да, понятное дело, что ему сложнее, понятное дело, что он делает свой тоже определенный выбор, но он его делает. То есть нужно... Молодые люди. Не так всегда так вот все плохо заканчивается. А, вот этот микрофончик передайте. Вот это лучше у нас просто. Я так же считаю, что семья должна быть всегда на первом месте. Это твои родители, которые дали тебе жизнь. Они учат тебя, как нужно себя вести, например, в жизни. Учат быту, чтобы в дальнейшем, когда ты уже вырастешь, так же мог создать свою собственную семью. Ваше мнение какое? То есть родитель заклал ребенка в детстве, ребенок все вырос, пошел в школу. Ну как в школу, он все уже старший класс все равно. Он выходит на улицу, в улицу ему вкладывают, а в какую компанию он еще попадет. То есть это тоже зависит. То есть правильно знать, это окружение детей, но важно не вторгаться в его пространство, так он тоже это поймет. И то есть будет отделяться от мамы, ближе к улице становиться, это тоже плохо. То есть от родителей тоже очень многое зависит. То есть им надо и правильно, и участвовать в жизни ребенка, и далеко не вторгаться. То есть все. Ну вот мы круг второй прошли. Вы знаете, я все-таки увидела проблему, я ее зафиксирую. Вот все-таки вот этой прослойки, может быть неправильное слово, да, но между семьей и школой, да, что-то там у нас не хватает. Или улица вот и идет, да, но на улице ты что, сам найдешь? Для меня лично важно всегда было, я жила в очень сложной семье, многодетной из разных семей. Мама постоянно на работе, отец, ну скажем так, тоже на работе, общественник. Вот, и в стесненных условиях, ну бабушка была, бабушка воспитывала. Ну то есть семья все равно модели какие-то. Но для меня еще всегда, всегда в жизни важны были люди, учителя другие, да, не школьные, просто люди, важные для меня люди. Вот где я вам просто сейчас всем задаю вопрос и пожелание такое найти, каких еще людей. И побольше пробовать себя, то есть побольше просто делать что-то вне, внепрограммное, набираться опыта, потому что, да, вам могут родители показать модели, да, вас школа научит, но если вы сами не попробуете что-то сделать собственными руками, собственными мозгами, да, то есть на самом деле учит жизнь. Вот я к чему. То есть учит жизнь и те люди, которые вам встречаются. Вот я вам желаю учиться у жизни. Если даже вы не знаете и не знаете цели, бывает так, что подросток не знает, чем ему заниматься. А я всегда говорю, а ты занимайся чем угодно, только занимайся. Ты поступи хоть куда-нибудь и начни что-то делать. Ты поймешь, что твое, не твое, потом другую профессию какую-то приобретешь. Чем больше навыков, тем лучше. То есть учитесь, работайте, живите, стремитесь, ну просто двигайтесь вперед. С вами была общественная телевидение, проект «Семья, власть, общество, диалог онлайн». Это был третий диалог. И участвовали у нас, мы были в общественном центре Левшина с нами, беседовали молодые люди, школьники этого микрорайона и взрослые, те, кто занимается в школе с детьми и ведут разные секции, кружки и занимаются с трудными детьми. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok